В преддверии праздничной даты желающих создать новые семьи в День России резко увеличивается, а еще в связи с двойным поводом ЗАГСы проводят для молодоженов специальные церемонии. Новоиспеченные семьи могут сами поучаствовать в создании сувениров цвета триколора, а еще им рассказывают об истории главного праздника страны и дарят конституции и памятные ленточки. Именем Российской Федерации объявляю вас мужем и женой. Андрей и София шли к важному моменту пять лет. Пара счастлива, что все будущие юбилеи они будут праздновать вместе со всей страной, в канун Дня России. Супруги уверены, семья должна быть крепкой и единой, как и наше государство. Укрепление отношений – это ежедневный труд. Нужно дружить друг с другом, любить друг друга, уважать. Все просто. Понимать друг друга. Если есть какие-то разногласия, то нужно их решать сразу, не откладывать. Вот и все. А вот Олег и Светлана еще в прошлом году расписались накануне Дня России. Это была инициатива супруги. Сама она родом с материка. Когда Крым присоединился к России, мы решили, что надо как-то в нашей судьбе, в нашей семье эту дату, в общем-то, сделать более ярко. Сына тоже назвали символично исконно славянским именем Яромир. Мальчику уже полгода. Света искала такое что-то яркое, солнечное, позитивное. И вот имя это соответствует. Маленькому вот этому человечку. Работники ЗАГСа посчитали, в преддверии Дня России желающих связать себя узами брака становится на треть большее. Сегодня в районе 32-33 регистрации. Если все приедут, все вовремя, то назначено 33 регистрации. Вчера тоже, в канун этого праздника, у нас было 27 регистраций. По всей России в преддверии праздника для женихов и невест в ЗАГСах проводят специальную церемонию. Они вместе символично засыпают в бокалы наполнители цветов триколора. Ритуал будет напоминать супругам о смелости и великодушии русского народа, о верности и преданности в семье. Дмитрий Попов, Дмитрий Филиппович. Время новостей.